Пришло время узнать прогноз погоды на ближайшие дни. На пороге февраля, глядя на улицу, можно подумать, что уже весна. Погода удивляет, но большинство россиян оказались к этому готовы. Случилось ровно то, о чем предупреждали заранее синоптики. Сейчас на прямой связи с гидрометцентром Людмила Паршина. Людмила, ну погода в Москве за сутки изменилась настолько кардинально. Дождь, гололед, проблемы на дорогах. Что стало причиной такого потепления? Елена, причиной отепели стала целая серия атмосферных фронтов, проходившие в этот момент над европейской территорией. Резкий перепад температуры на одном из них и вызвал столь сильный дождь со снегом, а затем и гололед. Сложные погодные и дорожно-транспортные условия сохранятся и в выходные. Сильная гололедица в Тверской и Московской областях температура днем до плюс 5 градусов. Да, плюс 5 градусов совсем не зимняя температура. Людмила, но такие значения в конце января можно считать рекордными? Елена, да. Такие значения очень близки к январским рекордам тепла. И даже на нескольких десятых, а то и на градус больше. А от нормы это 10-12 градусов. В Калининградской области с дождем и ветром завтра повышение температуры до плюс 8. И такие значения в регионе тоже не характерны для этого времени года. В Карелии повышение температуры до плюс 3 градусов и тоже мокрый снег. В Повожье сильные осадки, метели, гололед. Ухудшение погоды ждут ближайшей ночью в Пензенской, Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. Сложные погодные условия, там сохранятся и в воскресенье, на дорогах гололедятся снежные заносы. Температура будет колебаться около 0 градусов. В последний день января отступят морозы из среднего Повожья. На юге сильные осадки пройдут в субботу в горах и предгорьях Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Ветрено, возможен гололед. Там в последние дни потеплело. Днем около 0 градусов, на Черноморском побережье до плюс 10. В Крыму будут идти осадки, но преимущества небольшие в виде мокрого снега и дождя. Днем до 9 тепла, в воскресенье до плюс 11 градусов. Да, на юге получается совсем тепло. Вот бы так же тем, кто живет чуть севернее. Северные регионы тоже на пути атлантического теплого воздуха. Морозы продолжают ослабевать. В субботу в Мурманске, Архангельске и Вологодской областях минус 1-6 градусов, в воскресенье до плюс 1. Только на Кольском полуострове небольшое похолодание. До минус 8 пройдет снег. В Коме завтра до минус 11, в воскресенье уже плюс 1. Оба дня со снегом и метелью. Снежной и ветреной погодой завершится январь в Ненецком округе. В субботу там самая холодная погода на европейской части. До минус 17 и даже до минус 22. В воскресенье морозы резко ослабеют. До минус 2, минус 7. В Петербурге завтра мокрый снег, днем дождь. Ночью 0, плюс 2, днем 2, 4 тепла. 31 января тоже осадки. Мокрый снег и дождь. Температура ночью минус 1, плюс 1, днем 0, плюс 2 градуса. В Москве ожидаются небольшие умеренные осадки. Снег, мокрый снег и дождь. В субботу ночью 0, минус 2 градуса, днем плюс 1, плюс 3. В воскресенье в течение суток 1, 3 градуса тепла. Не исключено, что не устоят температурные рекорды последних январских дней. Они немного ниже плюс 3 градусов и были в прошлом веке, в 1989 и 1961 годах. В понедельник, 1 февраля, погода поднесет все те же сюрпризы, что и выходные. Снег, мокрый снег, сильный ветер, на дорогах очень скользко. В общем, почти весна. Спасибо. С прогнозом погоды на предстоящие выходные была Людмила Паршина. Людмила Паршина